Доброго всем дня! Я отправляюсь в город Омаху, штат Небраска, к своей дочери, и предлагаю вам совершить взлёт вместе со мной. И начнём мы наше ознакомление с аэропорта, который находится в столице Аризоны, Феникс, который называется Sky Harbor. Это военно-гражданский аэропорт, он огромный, он международный, занимает девятое место среди аэропортов Соединённых Штатов Америки по количеству взлётов и посадок. Почти каждую минуту в небо взмывает аэролайнер. Даже здесь на моём видео вы можете увидеть и посчитать, сколько секунд проходит между взлётами самолётов, а это именно 60 секунд, ровно 1 минута. Sky Harbor занимает 17 место среди всех аэропортов мира по объёмам пассажирооборотов год. Представляете, какое количество людей перевозит этот аэропорт? 17 место. Это данный аэропорт эксплуатирует только параллельные взлётно-посадочные полосы из-за постоянных сильных ветров. Всё-таки это же пустыня. Аэропорт состоит из трёх терминалов. Основные авиакомпании, это 4 авиакомпании, такие как US Airways, на котором сейчас я нахожусь, самолёте, на котором я сейчас нахожусь. Дальше South West, потом Great Lakes Airlines и Delta. Из международных компаний пассажирские перевозки обслуживают такие авиакомпании, как British Airways, Hawaiian Airlines. И буквально недавно стали осуществляться полёты компаниями Emirates Airlines и Людганса. Соединение между терминалами осуществляется трамвайными сообщениями на монорельсовой дороге. Ну, как я уже упомянула, часть этого аэропорта осуществляет функции военного назначения. И, значит, здесь находится база Национальной воздушной гвардии, где базируются самолёты-заправщики, самолёты-заправщики Boeing KC-135A. Это ни о чём не говорит нам, конечно, но это так, для справки. Я уверена, что очень многим людям нравятся аэропорты, вокзалы. Точно так же я очень люблю самолёты, аэропорты. Смотреть из самолёта, когда он взмывает в небо. Слышать рёв этого мощного мотора, чувствовать эту силу, силу машины, ощущаться творением человечества. Как это всё так мы придумали, как это всё так летает, как это всё так действует. Вот, позитивил очередной самолёт. Я хочу отметить, что здесь двухуровневые взлётные полосы. То есть, вы сейчас можете видеть, как мы проезжаем буквально по дороге, которая является вторым этажом. Внизу едут машины, а сверху идут самолёты в взлётной полосе. Второй самолёт пошёл. Взлёт. Вот они, мои любимые горы, как пел Высоцкий. Лучше гор могут быть только горы. И для меня это так. Я очень люблю вот эти горы, на которых именно нет лесов. И вот один за одним идут самолёты. Мы стоим в очереди на взлёт. Сейчас я вам покажу, сколько самолётов в этой линии. Вот, раз, два, три. Ну, здесь, наверное, видно самолётов 10 или 12. Вот наша очередь. Мы разбегаемся. Я всегда при взлёте говорю с Богом. При посадке говорю слава Богу. Не знаю, у меня эта привычка уже очень много лет. Вот сейчас мы увидим Феникс с высоты полёта. Вот аэропорт. Сколько дорог скоростных. Дороги ровные. Красивые. Вот что примечательно для Феникса, это то, что город совершенно подходит вплотную к горам и даже наплывает на горы. Люди строят дома в горах. Вот отсюда видно даже. Вот мы сейчас будем подлетать к скоростной дороге, 101-я скоростная дорога, которая проходит через Скатстейл. Население Феникса составляет почти 2 миллиона людей, и это пятый по величине город Америки. Он был основан в 1867 году. Вот мы сейчас пролетаем скоростную дорогу, номер которой 101-я скоростная дорога. Слева мы видим застроенный Феникс, и с правой стороны зелёные поля. Вот эта земля, с правой стороны, принадлежит местным индейцам племени Пима. Здесь их комьюнити находится, и здесь они выращивают сельскохозяйственные культуры. И на их территории находятся два казино. Даже с левой стороны, вот там есть часть земель, которая тоже принадлежит племени Пима. И государство, то есть местные власти, платят каждый год аренду племени Пима за то, что они используют, эксплуатируют их земли. Вот мы уже можем видеть заснеженные горы. Это всё та же Аризона. Север Аризоны проходит через климатический поиск, где четыре сезона. То есть есть зима, лето, весна и осень. Но основная часть Аризоны занята пустыней, и погода здесь в зимнее время очень тёплая, а летом очень жарко. Полёт из Финикса в Омаху проходит через три штата. Это Нью-Мексико, Колорадо и Кэнзас. Сколько мы летим, столько, я не знаю, уже, наверное, шесть раз, я видела, что мимо нас пролетают другие самолёты. Время в пути 2 часа 15 минут. Время в пути 3 часа 15 минут. Каждый раз Там мы подлетаем Ну, а ты Пап, сидят, кистью И стрипся И вот я прилетела в Омаху У меня очень тёплые воспоминания О жизни в этом городе Потому что, когда я переехала в Америку Я переехала именно в Омаху И прожила там 9 счастливых лет Рядом со своими детьми Рядом со своей старшей внучкой Когда я исполнилась 9 лет Я переехала в Аризону И я знаю этот город И очень люблю его В этом году Река Мизури Которая проходит через Омаху Она очень огромная, большая Её можно сравнить, наверное, с Волгой Она очень сильно разлилась И затопила очень много Небольших городов И даже в Омахе Некоторые дороги до сих пор затоплены Сейчас можно будет даже увидеть Какая красота Сколько зелени Вот здесь даже видно, что ещё затоплены некоторые места Вот она Река И вот затопленная дорога Очень большие убытки Штат Небраска понёс С этим затоплением С разливом реки Омаха Это развивающийся город Здесь очень много бизнесов находится Именно штаб-квартир известных компаний В том числе и Headquarter Штаб-квартира Уоррена Баффета Который является Одним из самых богатых людей в мире С состоянием почти 100 миллиардов долларов Звание этот город получил от Опять же Индейского племени Омаха Что в переводе Значит люди, которые проживают вверх по реке И основан этот город был в 1854 году На берегу реки Миссури Я дома Дочка встречает меня И у нас будет очень много счастливых моментов Которые мы проведём эти дни вместе Бог хранит тебя Как люблю твои, мама, руки Ты обнимешь кровь все муки